Врач-акушер-гинеколог Алина Левшакова только в начале своего профессионального пути под крылом чуткого и внимательного молодого доктора, беременной женщины, пациентки онкологического профиля с проблемой бесплодия и другими гинекологическими заболеваниями. Работы много, признается Алина Юрьевна, выслушать, разобраться в симптомах, назначить правильную диагностику и лечение. Жизнерадостнее все-таки вести беременных. Это положительные эмоции, это позитив. Все-таки все равно плюсы большие врач-акушер-гинеколога, рождение новой жизни, появление жизни, но есть и минусы. Это боль, страдания онкологических пациенток. Тяжело смотреть на это, но для этого и нужны врачи, чтобы сопереживать, лечить. Алина Левшакова родилась в Сарове. После школы окончила Ивановскую медицинскую академию. Получив диплом врача, вернулась в родной город и устроилась в Центр женского здоровья под покровительство Елены Кислой. Именно своему руководителю и наставнику Алина посвятила рассказ в рамках конкурса историй о людях в белых халатах. Она мой наставник, я учусь от нее, и поэтому у меня не было мыслей о ком-то другом писать. Истории могут быть также рассказаны от лица пациента, коллеги или родственника медицинского работника. Некоторые работы поведают о целых медицинских династиях. Алина Левшакова считает, что такие конкурсы в очередной раз напомнят, что медик – это профессия по призванию. Я люблю помогать самой прекрасной половине человечества. Я считаю, что это мое призвание, чтобы пациентки мои были здоровые, привлекательные, уверенные в себе. Это, я считаю, что мне не важно, чем ходить в салон красоты. Работы на конкурс принимаются до 1 марта, а 15 марта жюри определит победителей. Лучшие истории о людях в белых халатах появятся в группе КБ-50 ВКонтакте, в газете «Мединфо Саров» и на сайте клинической больницы. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.